Я сейчас запускаю трансляцию и всё, что сейчас будет писаться, это будет писаться из трансляции в Перископе. Моя утренняя прогулка, моя утренняя пробежка, поэтому всё, что вы увидите, это такой лайв-стрим бэкстейдж. Доброе утро! С вами Олег Забугорский. Итак, погнали, запускаем лайв-стрим. Всем привет! Привет, привет, привет! Вы на канале Забугром Лайв, с вами Олег Забугорский. Все, кто посмотрит записи, огромный привет для смотрящих. Знаете, у меня есть подписчики, которые, ну, просто физически не могут смотреть мои трансляции вживую, в лайв-стрим, смотрят их в записи, поэтому вам отдельный Забугорский привет! Ну, а все те, кто подключились ко мне и подключаются в прямом эфире, доброе утро! Привет, парень! Привет, 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 да! Вы наверняка вчера многие посмотрели наш прямой эфир с Женей. Женя, трансляция называется «Американский бандит». Американский бандит. Очень была крутая трансляция и действительно позитивная. Почему разочарование в айфоне? Сейчас подключатся остальные, и я расскажу. Мне вчера довелось поюзать. Айфон 8, айфон 10 я поюзал. Вот. И, собственно говоря, у меня, естественно, сложилось моё мнение. Привет, доброе утро! Привет, Сибирь! Шалом! Шалом, православные! Я давно пользуюсь техникой яблока. Очень давно. Достаточно, так скажем, профессионально, потому что многие девайсы, которые я использую, используются у меня в лайв-стримах. Ну, естественно, в видосах на канале. Презентация, да, это ланч такой идёт в Перископе, в Ютюбе, в социальных сетях, в Фейсбуке. Компания One Plus. Да, One Plus я пользуюсь уже, чтобы не собрать. У меня с первой модели, то есть я начал пользоваться, когда был One Plus One. Вот. Сейчас у меня One Plus Two. Третью-четвёртую модель я пропускал. Так, пошёл смотреть. Салом. Да. Могу сказать, что, конечно, это один из таких очень интересных технологических брендов и компаний, которые делают действительно хороший-хороший качественный продукт. Привет. Особенно это касается тех, кто любит, чтобы под рукой был мобильный фотоаппарат. То есть, знаете, вот чем, например, мне 7 Plus нравится? Именно качеством исполнения своего девайса и в том числе, соответственно, камеры. Камеры, камеры. Опять за пряниками? Нет. Нет, доброе утро. Это утренняя пробежка. Это утренний наш марафон. Эть. Так, не падать. Не падать, поручик Голицын. Вот. Для тех, кто меня не знает, ещё раз представлюсь. Меня зовут дядька Олег Забугорский. Когда слышишь себя, я Забугорова весёлый парень. Спасибо большое. Спасибо большое за позитивные оценки. Они очень приятны. Очень приятны. Я, как и любой человек... Оп! Это у меня сегодня такой вот селфи-палка, которая прокручивается. Так, я набрекла пирожков, как передать в Америку. Самое простое передать в Америку, это прислать ссылку на ВКонтакте. Я их ВКонтакте... Сейчас и ВКонтакте новое приложение, обновление вышло, которое позволяет не только получать запахи, ну, соответственно, и употреблять пирожки онлайн. Вот ко мне зашла в трансляцию Маша. Привет хорошим людям. Привет-привет-привет. Друзья, у нас с вами такая долгая прогулка. Мы сейчас идём вот с вами в парк. Вот по вчерашней дороге. Помните, мы вчера ходили? Трансляция называлась... По утрам надев трусы, не забудьте про часы. Помните, такая была песенка? Ну, многие не помнят. Пирожки с удовольствием. Вот, так что у нас с вами приятная прогулка, спортивная прогулка. Папа, 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 это пишет Машенька мне. Это Машенька. Машуля, люблю тебя, солдышко. Я только что из дома и очень люблю свою дочь. Жена ваша. Жена моя дома. Она сейчас, как, так скажем же, говорится, стандарту, по стандарту готовит завтрак детям и, собственно говоря, мне. Так, давайте нажмём на эту кнопочку и перейдём дорогу. И перейдём дорогу. Нет, слежки нету. Слежки у нас нету, слежка вся пропала. А что на завтрак? Я не знаю, что будет сегодня на завтрак. Не холодно, нет. Не холодно. На улице, наверное, около 20 градусов Цельсия. Само откуда именно с Америки? Именно с Америки мы сейчас... Геолокация включена. И мы... Где мы? Кто мы? Зачем мы? О, Маша. Что обычно едят на завтрак? Кашу, омлет, господи. Знаете, вафли, оладушки, блинчики, да всё что угодно. То есть у нас очень разнообразный завтрак, но я больше чаще предпочитаю кашу. Кашу с арахисовым маслом, арахисовое масло, бананы, изюм, орехи, то есть вот что-то такое. На обед Анечка делает суп. У нас очень часто, ну, точнее, практически каждый день супчики, рыбные супчики, супчики овощные, всякие разновкусные. Поэтому мы это очень-очень уважаем. Так, вот смотрите, сейчас видите за мной такая дорожка? Это велодорожка, это спортивная дорожка, где можно утром пройтись, пробежаться. Вот. Здорово, но как в России. Да, ну, собственно говоря, мы русские, поэтому мы, собственно говоря, не приучаем себя здесь к американской еде и кушаем всё то же самое, что мы кушали в России. Почему у вас велосипеда нет? Почему нет? У меня в гараже стоит алюминиевый, алюминиевый велосипед со спущенным задним колесом. Вот. Если за бугром лайф накачает, вот, колесо, то мы будем с вами здесь и кататься. Чего нет в России? О, нет. В России есть всё. Поэтому, знаете, в России есть всё. Я не жарю шишеки, мы уже, мы уже с августа прошлого года не кушаем мясо. Я с женой принял решение, мы не кушаем мясо, мы кушаем, кушаем кохлую рыбу. А чего в еде нет того, что в России нет? В России есть всё, я вам уже ответил, потому что здесь всё есть. Маша, там сколько стоит велик в долларах? Ну, разные велики. Приличный велик стоит около 150-300 долларов. Здрасте, здрасте, здрасте. Очень хочет выйти замуж за американца. Как быть? Почему за американца хотят выходить девушки? Я многих девушек знаю, которые уехали по визе невесты. Мне их жаль, если честно говоря. Менталитет и, так скажем, мужчины американские очень отличаются. Очень отличаются от наших. И девушки многие потом очень жалеют о том, что они вышли замуж. Так вот, что с айфоном X, друзья. Вы присоединились, я сейчас X, я его так называю X, потому что для меня он теперь просто мистер X. Я вчера зашёл в один из салонов, где, собственно говоря, полностью проковырялся в двух телефонах. Это был айфон 8 и айфон X. Я вот так буду называть айфон X. Во-первых, модель X, она меньше, она меньше по размеру, нежели мой седьмой плюс. Я, собственно говоря, очень ценю свой седьмой плюс за его размеры. За его нереально колоссальные правильные размеры, потому что, во-первых, я очень много смотрю видео. Я снимаю видео, и когда мне предлагается за большие деньги, за большие деньги, якобы суперкрутой девайс, удивительно крутой девайс, который, в отличие от моего седьмого плюса, может сделать суперкрутой 3D-смайлик. Это было единственное, наверное, то, что удивляет школьников. Поэтому я скажу так, что компания Apple, выпустив две суперкрутые модели, она немножко обкакалась. То есть, ну реально обкакалась, потому что, знаете, как бы шлёпать и лепить горбатого не так сложно. Вот, поэтому они, конечно, налепили горбатого, и я честно скажу, не стоит, не стоит тратить заработанные, кровно заработанные деньги на всякую фигню. Если, конечно, вам падают деньги с неба, или как мы вот вчера в парке нашли миллион долларов, конечно, вы можете потратить эти тысячу долларов для того, чтобы просто развлечься с этим новым девайсом. Помнишь, помнишь? Привет, 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 привет. Меня Олег зовут. Простое такое, знаете, американское имя, Олег. Вот. Так что восьмой и десятый iPhone не стоит того, чего там, в общем, расписали. Но для любителей, так скажем, супергаджетов я могу, да, сказать, что OnePlus 5 действительно интересный девайс, который сейчас реклама идет в Перископе, в YouTube, в Facebook, в Twitter и вам про других Минску привет, в других социальных сетях. Вот, присмотритесь, присмотритесь. Я пользовался и пользуюсь до сих пор одним из китайцев, то есть у меня есть OnePlus 2, был OnePlus 1, вот, который скоропостижно был разбит в Америке. Был скоропостижно разбит в Америке, потому что он упал у меня об асфальт, плашмя и сдох, Бобик. Как настроение? Ну, как может быть настроение? Как может быть настроение? Я никогда больше не возьму эту селфи-палку. Это селфи-палка с моего GoPro. Вот, я параллельно сейчас снимаю видео на GoPro, которое я выложу на канал на YouTube, поэтому у меня стоит телефон. Блин, как бы вам показать? Как вам показать? Как вам показать? Это надо снимать седьмой плюс. У меня очень крутой сетап, то есть, понимаете, у меня внизу GoPro, а сверху телефон. Как показать? Давайте я сделаю потом фотку и выложу в группе за бугром лайф. В группе за бугром лайф выложу такой вот сетап, но он очень крутой. Что-то Перископ виснет, это нужно просто перезайти, потому что Перископ — приложение, которое виснет всегда. Есть, знаете, такие приложения, которые не виснут, а есть приложения, которые виснут всегда. Хочешь ты этого или нет? Вот. Я вчера начал ходить, ну, вчера хотел попробовать бегать, но принял решение, во-первых, я очень много говорю во время лайфстрима, и я принял решение делать утренние проходки. Знаете, как говорится, есть пробежки, есть прогулки, а есть утренние проходки. Поэтому мы с вами сейчас идём в один из парков, там прогуляемся, потом я вернусь, и у меня сегодня очень много-много-много деловых встреч. Ты раньше пил алкоголь? Пил ли я алкоголь? Одним русским словом можно сказать «я алкоголик». Я очень много пил. Я не просто пил алкоголь, я, как говорят в России, бухал. Нет, конечно же, я не буду покупать себе десятый, я уже сказал, почему не десятый, не восьмой рядом не стоят с седьмым плюсом. Тем более, ребят, вы помните, многие по моим трансляциям у меня 256 гигабайт, которые для меня очень важны. Я очень часто снимаю видео в формате 4К, и очень как бы кэш мне важен, то есть какое хранилище у меня. Привет из Москвы. Москва, привет, 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 привет. Да, ещё напомню, мы вчера встретились с Женей, вот, очень интересный человек, с которым была трансляция, предыдущая трансляция, да. Мы сидели до пол первого ночи в кафе, ночное кафе, вот, была очень активная, такая весёлая трансляция. Мы с ним будем вместе снимать передачу. Передача, которая будет содержать в себе, собственно говоря, разные рубрики. Это будут развлекательные рубрики, познавательные рубрики. Это будет американская передача, то есть это будет на английском языке. И, соответственно, мы будем для русскоязычного населения планеты делать синхронный перевод. А почему в шапке и майке сверху холоднее? Нет, мне так удобнее наушники держатся. Я очень трепетно отношусь к наушникам, чтобы эти наушники не поцарапались об мои волосатые уши, я одеваю, собственно говоря, шапку. Просто когда одеваешь шапку, идёт такая, знаете, прокладочка, прокладочка между волосатым ухом и замечательными на наушниках. Вы приятный человек. Спасибо, мне очень приятно, я уже повторюсь, любому человеку будет приятно, когда его в чём-то хвалят. Но вы не забывайте, что если вас кто-то хвалит, помните всегда, что вас кто-то обязательно и ругает. Поэтому будьте готовы к этому и не разочаровывайтесь в том, что вас не любят все. Вы не доллар, вы не пряник, и в том числе я совершенно не тот человек, которого должны любить все. Потому что мы в своей жизни преподаем к какому-то определённому лагерю. То есть у каждого человека есть белый флаг и есть чёрный флаг, да? И какой он флаг выбирает? Если ты выбрал белый флаг, то ты идёшь по жизни с белым флагом. Соответственно, люди, которые примкнули к чёрному флагу, они никак не могут быть с тобой в одном ряду. И они никак не могут тебя любить. Вы любите сериалы? Да, я люблю сериалы. Блин, я реально люблю сериалы. Я оцениваю сериалы как отдых для своих мозгов. Что ты больше любишь, доллар или пряник? Я больше всего люблю свою семью. Я никогда не сопоставлял, и у меня даже в голове никогда не укладывалось рассчитать, что я больше люблю. Что я больше люблю, пряник или доллар? Я бы так сказал, любовь к деньгам, она не присуща здоровому человеку. Привет, привет, сердцеедка! Привет, Анна Серцеедовна! Привет, мой хороший, замечательный человек! Да, вчера тебя не было в ночной трансляции, поэтому, если ты, дорогая, посмотришь, сколько у нас на канале с бугром лайв сердечек, и напишешь их здесь, ты выполнила свою месячную норму. Спасибо, моя хорошая, спасибо за лайки, спасибо за эти красненькие сердечки, спасибо, спасибо, очень приятно. Вот, я повторяюсь, у меня параллельно идет запись на GoPro, и эту трансляцию в хорошем качестве я выложил на канал на YouTube. Ребята, на YouTube не забудьте подписаться, посмотрев этот маленький сюжет с лайв-стрима с бугром лайв. Это 26 миллионов 088 тысяч 33. Как же быть с имиджем? Надо покупать iPhone 10. Если тебя беспокоит имидж, выпей спрайт. Выпей спрайт и одень вот часы, и это все. Имидж решает все, то есть просто, вот, не запаривайся. А я вас добавлю в перископе. Спасибо, 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 спасибо. Благодарю вас, благодарю вас за лайки, благодарю вас за замечательные... Доброе утро! Доброе утро! Олежа, привет, только зашел, расскажи про iPhone 10, что пропустил даже Путин пользоваться iPhone 10. Вы видели, я иду на прогулки и совершенно спокойно здороваюсь в Америке с людьми на русском языке. То есть вы понимаете, да? То есть Америка это... Это доброе утро! Доброе утро, Америка! Так ты еще и тезка, да? Меня зовут Олег Забугорский. Я нажимаю вот эту кнопочку для того, чтобы включился... Включился вот этот зеленый переход, и мы с вами перешли по этой замечательной улице. Приветик, 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 приветствую! Приветствую, друзья, привет! Вот, видите, какой автопоезд. Автопоезд. Вот, да, вот человек с собакой переходит. Не стоит. Ребят, вот реально не... Знаете, я очень практично подхожу к вещам и материально, и философски, поэтому десятый и восьмой не стоят абсолютно никакого внимания. То есть, вот, кстати, есть возможность сейчас воспользоваться подешевевшими седьмыми плюсами. Поэтому, если вас интересует действительно хороший девайс, я думаю, что это три флагмана. Это iPhone 7 Plus, это Samsung, да, и OnePlus 5. Почему не стоит брать? Ну, во-первых, для этого, чтобы принять решение, вам нужно просто прийти в салон и взять его в руки. Ну, если вы пользуетесь седьмым плюсом, то, соответственно, сравните его с седьмым плюсом, и у вас в размерах, во-первых. Во-вторых, в самом... Вот ты его держишь, но я не ощущаю разницы. То есть, абсолютно никакой разницы. Единственное, что в управлении там нет кнопки домой, там нужно вот это вот все... Все по-другому. Конечно, ко всему можно привыкнуть, но зачем менять шило на мыло? Знаете, вот такая вот эу... Такая фишка, зачем менять шило на мыло, поэтому абсолютно, сто процентов, никаких десятых айфонов, никаких восьмых айфонов. В Москве на iPhone 7 Plus уже давно школьники не смотрят 8-10, айфон в топе. Ну, понимаете, чтобы быть лохом, чтобы быть лохом, да, вот iPhone, все-таки компания Apple, немножко маркетинга хорошо направленная. Поэтому люди, которые ведутся чисто на новое слово, iPhone 8, iPhone 10, это, конечно, лоховство, поэтому... Ну, блин, как говорится, Apple на этом хайпит. Знаете, вот, хаванский хайпит на Маликове, а Apple хайпит на школьниках. На школьниках с восьмым и десятым айфоном. Поэтому, ребята, забейте, забейте, забейте на эти новые девайсы. Такс, спасибо за лайки. Так, кто нам ставит лайки? Сейчас мы зачитаем нашу лайк-машину. О, господи, обалдеть. Анна Забугорская, ну, то бишь Маша. Машенька, ты поставила мне 1221 сердечко. Конюта, сердцеедка, всего лишь поставила 540, 550, 555. Ну, господи, начинается лайк-машина, я понял. Мария зашла, поставила 92 сердечко и думает, что нас с бугром лайф это прокатит. Нет, нет, это не прокатит. Вот, Машенька пошла, 101 уже делает, 101, это хорошо. Хорошая разница, хороший результат. Спасибо большое, 102. Так, что за порционные какие-то выдачи? Лайки, они либо кликаются, либо нет. Михаил Сафонов поставил 31 сердце. 31 сердце для Забугром лайф. Спасибо большое. Фома два сердечка оторвал от своей груди. Олег, 19,93, 450. Красавчик, вот-вот, что значит Олег, 19,93. Кстати, у меня Мисс Анюта тоже 93-го года. Сергей, 69 сердечко. 79, ну, хорошая цифра, я люблю 69,96 и все, что связано с девятками и шестерками. Джи-Джи, Джи-Джи, как всегда, впереди планеты всей, 5780. Красавчик, Ванюша веселый, 327. Ванюша, вот-вот от 327 я не буду веселый. Во, вижу 360, Ванюша веселый, погнал, погнал, красавчик. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. А что не с СХ не так? Господи, ребят, я рекомендую теперь уже посмотреть, наверное, эту трансляцию в записи, потому что я уже два раза повторялся. Кстати, я тебя поддерживаю, твои слова насчет десятки, вот, себе. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, точно, точно, точно. Папа Маша. Эд, привет. Европа, привет! Привет, дорогой. Это вот мне с аккаунта моей мисс Анюты пишет моя Машенька. Вот. Кстати, ребята, мисс Анюта, я, мы вчера свозили Машу на заключительные прививки. Москва, привет. Привет! Привет, Рома. Он сырой. Да он не сырой, он никакой. Он десятка вообще ни о чем. То есть я когда взял и начал его заходить, снимать фото, это, ну, ну, честно говоря, после седьмого плюса вообще неинтересно. Вот. Поэтому все, кто купил этот девайс, приношу свои соболезнования, потому что оно, ну, шляпа, ребята, шляпа. Вот. Теперь в кармане. Теперь в кармане. Вот. Куда идем? Ну, у нас утренняя пробежка. Смотрите, какая волосатая, огромная волосатая пальма. Смотрите, вы представляете, сколько живет в ней различных биологически активных, так скажем, существ. Смотрите, какая пальмища, а? Это, это не пальма, это калифорнийские рога. Знаете, есть лося, рога, это вот. Но у меня палец болит, вы простите меня, но у меня палец болит. Так, у кого болит палец на левой руке, вы можете кликать правой рукой, так что это не отговорка. Машеньки вчера сделали очередную прививку. Если вы пишете Вика Анечке, то там сидит на аккаунте Маша. Вот. Она, к сожалению, не все слова еще умеет читать, но это все равно очень круто, потому что она папа, ты пойдешь сейчас гулять, делать лайвстрим, я буду ставить тебе лайки. Много пальцев человека разных. Привет, Олег. Никита, привет. Привет, привет, приветик дорогой. Мой архангельский друг-корреспондент из Таиланда. Обсмотрел твои трансляции. Никита, молодец, красавчик, хорошо делаешь. Так, а это ваши дети? Да. Мои дети. Машеньки скоро будет 6, 14 января, в Старый Новый Год. А Пашули 4 года. Спасибо. Машуль, смотри, тебе Ирина прислала тюльпаны. Посмотри, Маша. Маша Ирочка тебе тюльпанчики шлет. Вот, смотри, какие красивые-красивые тюльпанчики и очень много лайков. Спасибо. А, жалюзи маленькие. Жалюзи. Вот. Была идея прикрепить сегодня рюкзак к спине. Рюкзак к спине. Но оказалось так, что у меня в этом, у меня в машине дрон, и мне было просто лень спускаться за ним в гараж. Поэтому, скорее всего, на завтрашнюю прогулку я выйду раньше. Я завтра выйду по нашему времени в 6 утра. В Москве будет 5, поэтому завтра будет раннее трансляции, потому что у меня завтра, послезавтра и послепозавтра много съемок, и мы будем с вами снимать. Тысяча сердечек. Вот, Никита, вот. Учитесь, ребят. Никита как сделал раз, и суперсердечко за бугром лайф отправил. Что-то там, видите, вертолет кружит. Причем такой, знаете, неспокойный вертолет. Здесь очень часто так исполняют полицейские и тележурналисты, когда что-то ищут. Видите, смотрите. Вот. Смотри, смотри, смотри. Вот так вот. Кстати, Лос-Анджелес весь наполнен аэропортами, маленькими взлетными посадками, частными аэропортами, аэродромами частными. То есть очень много.